Я приветствую Лично я то, чем ты занимаешься, считаю героизмом. Ты стираешь одежду, которую никогда не сможешь себе позволить. Ты полируешь столовое серебро, из которого никогда не будешь есть. Ты моешь посуду и пол людям, которые даже не знают, как тебя зовут. Я в восторге от твоей решимости добиться успеха, не имея ни ума, ни образования. Но если ты не прекратишь бессовестно флиртовать с моим мужем, я сделаю так, что тебя обвинят в воровстве и арестуют. И ты будешь сидеть на зоне. Ясно? Отлично. Дорогой, ты хочешь что-нибудь сказать Ларе? Я сожалею. Позволю себя соблазнить. Что? Неоднократно. Ну и теперь подытожим. Теперь ты будешь выполнять только мои указания. Лично. Тебе ясно? Как скажете. Тебе? Тебе. Ты думаешь? Ах, ты посмотрела не зала, Посмотрела так, как бывает в кино. ПЕЧАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ПЕЧАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ПЕЧАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ПЕЧАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ПЕЧАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эвелина! Привет! ПЕЧАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Ничего нового. Ленечка по-прежнему не пропускает ни одну юбку. И кто на цей раз? Домработница. Кто? У тебя испанка? У испанского у нее только один акцент. Я у мамаши нагуляла, когда собирала апельсины в Сарагосе. Я вообще впервые пожалела о том, что их депортировали. Да нет, закономерно. Прислуга, она же всегда ворует. Или вилки, или мужей. А тут они же все одинаковы. Ну, разве что твоя Верочка исключение, которое подтверждает правила. Я прошу извинить мою супругу. Она слегка опьянела от счастья и немного зла. По той же причине. Прослабься, альфа-самец. Ну что ты, у меня на твою пертихвостку другие планы. Ты на нее не смотри. КОНЕЦ 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 Ми майже закінчили. Залишимо ваш будинок через декілька хвилин. Я, я, я не поняла, а що значить закінчили? Ну, ми зібрали докази, опитали свідків. На жаль, підозрюваний втік, але його затримання – це лише справа часу. Так, а вот эти пятна крові на занавеске? Запоминяю вас, жодна детальна минула нашою увагою. Хлопці, збирайте речі. Тобто як, ви уїжджаєте, не поймав убийцю? А якщо він рядом? Леня? Не треба хвиливатись. В вашому містечку є охоронний пункт. Хлопці, вшиваємо звідси. Я не поняла, як ви можете уїжджати? А якщо він вернеться? Убили мою горнішку? А хто буде все це убирати? Дякую за перегляд! 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 Віро, а раптом і нас вб'ють. Не милий дурниць? Дивись, вже тиждень прийшов і все спокійно. І взагалі, за що нас вбивати? Чи може ти спиш зі цим господарем? Віро! Боронь Боже, що ти таке скажеш? Ну то не накручуй себе і мене. Давай чай поєтого вистихвось. А взагалі, це жах. Вона була такою молодою. Такою тендітною. А їй жорстоко ножем в спину. І хто? Лікар! А ще через цю ситуацію. В нашому містечку тепер жодного лікаря немає. Це Антон в бігах, а коли нового прийшлють, невідомо. Дурдом якийсь. Радзіховський досі оговтатися не може. Щепак. А скільки разів ми до цього Антона на прийом приходили? Ти уявляєш, що він міг зробити з нами в своєму кабінеті? Це ж просто жах. Дівошка, що ви робите? Це я що зроблю? Він сліпий. Я не сліпий. Але якщо чоловіку під ноги так бросаться, то і со зрящим случиться то, що случилось. Ви могли хоча б извинитися. Ізвиніть, а за що? За те, що ви разлили на мене кофе. Тут мільйон свободних столиків. Вам потрібно було іменно тут проходити? Так, послушайте. Це ви. Вон тут. Я даю вам последний шанс извинитися. Я не буду извинятися. Ви самі виноваты. Ти… Я ж не клітки не вистанавлюватися. Ви… Прошу прощання. Єзус Христос, як вона його відбрила. Та плювати на неї. Ти подивись, який красунчик. Так, течки, а вы не поможете мне спасти рубашку? Черт. Ти… Да. Макс. Я не знаю з чого. Вдруг у соседнього дома стоять полицейская машина. Минут сорок уже. Ну, значит сиди и не высовывайся. Так я так и делаю. Я напоминаю тебе, старик. Тебе нужен дом брать Зиховских. В один с тебя позвай. Хорошо. Ти… Стас. Стас, вообще-то я все еще жду ответа на поставленный мной вопрос. Наташечка, пожалуйста, успокойся. С твоими ломкими сосудами тебе не следует так волноваться. Стас, я конечно понимаю, что ты замечательный адвокат и прекрасно умеешь пудрить людям мозги, но… Если ты меня любишь, я прошу, ответь. Хорошо. Повтори, пожалуйста, еще свой вопрос. Почему ты продолжаешь потакать своей бывшей, хотя прекрасно понимаешь, что своим общением с ней ты делаешь мне больно? Ольга – моя бывшая жена. Ей сейчас очень тяжело. Она осталась совершенно одна. Ну, уже не одна. Она украла мою домработницу. Ну, не украла, а переманила. Тем более, Нина единственная, кому удалось за пятнадцать лет найти общий язык с Ольгой. Стас, ты и правда не понимаешь, что это чистой воды манипуляция? И вообще, в связи с этой резней, мы теперь хорошую домработницу днем с огнем не сыщем. Стас, ну у меня аллергия на пыль. Стас, пожалуйста, не отвечай. Мы с тобой очень договорились. Сейчас… Да подождите вы! Это по работе. Да. Или отмени на сегодня все встречи. Знаю, я сказал, все встречи. Да. Вот и все. И сегодня мы вместе будем искать новую горничную. А ты говоришь, я тебя не люблю. Я такого не говорила. Спасибо, ты прям волшебница. Не, просто рука набыта. Мои хозяи полюбляют снидот и улишку. А Лита еще и казата. Ну а что? А я слышала, вы разговаривали о погибшей горничной? А навещо тебе это? Я работаю еще. Какую работа? Горничной. Ага. 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 Вибачь, подружку, але… Якщо судить з того, як ти самостійно впоралась з плямою на своїй сороці, тобі слід шукати якось іншу роботу. Ну, хіба що ти знайдеш хозяйку, який потрібна еще одна безрукая жінка в доме. Окрім неї. Ну, кто ищет, тот всегда найдет. Може и так. Ну, что ж, тоді в тебе лише два варіанти. Або иди до Хорошилова, по Київку якого вкрали його колишня. Або иди до Радзіховських, звідки твою попередницю винесли в останнюю путь. Вибір за тобою. Ну, от і все. Тримай. Красота. Спасибо. Нема за счет. Да, к тебе мог подумати. Живем в таком месте, и чувствовать себя в полной безопасности не можемо. Бедная, бедная Лара. Мы ее очень любили. Правда, милый? Щас, щас, щас. Мне нужно... Нет, ну... После смерти прислуги муж решил усилить сигнализацию на всех окнах. Ну, і нанять вас. Это правильно. Чувствовать себя в безопасности – базовая потребность любого человека. Ай! Отведите не для всех. Ленечка, я просила тебя пригласить мастера. Мне и так хватает пятен крови в этом доме. Позвольте, я помогу. Скажите, а что будет входить в мои обязанности? Наша безопасность – 24 часа в сутки. Не много ли? В поселке и так есть охрана, и после убийства они работают в усиленном режиме. Я открою. Тебя болен, милый. Вы? Я ищу работу горничной. Мне сказали, что в доме Радзиховских… Вас никто не ждет. Хорошего дня. Ну, ну, ну. Вот так. Ну, кто там был? Свидетели судного дня. Спрашивали, верим ли мы в вечную жизнь и вечную любовь. И что, вы ответили? В вечную жизнь – да. А вечной любовь – нет. Все в порядке? О, Господи. О, Господи. Я вчора нарешті знайшла адвоката, який буде займатися справою мого Михасика. Він пообіцяв допомогти мені його повернути. А кто такой Михасик? Вік. Тобі не соромно? Рита уже говорила сто разів, що це її син. Залишився в Польщі з батьками загиблого чоловіка. Саме так. Але є одна проблема. Адвокат коштує відносно дешево. Але приїжджає зі Львова до Києва лише один раз на місяць. І я можу зустрітися з ним у цю п'ятницю або суботу. За умови, якщо ви, звичайно, дасте мені вихідний. Ну, у мене в цю п'ятницю проби на новий фільм, а в суботу інтерв'ю. Мені здається, щось із цього точно можна перенести на інший день. Можна. Димочка, можна. Але ти забуваєш, що наші гроші на ісході. І скоро нам потрібно жити на доходи від моєго актерського таланту. Не перебільшуй. Грошей вдосталь. Середньостатистична родина могла прожити на них два життя. Ну, а в якому-нибудь Гондурасі так все двадцять. І що нам тепер на них рівняться? Я зробив все можливе, щоб ти не хвилювалася, і максимум маловільного часу та не працювала. Подумай про дитину. А про мене хто подумає? Ти реалізовался в футболі? Прошу тебе, дай і мені розкриця. Ой, ну Вікі. Ну не Вікой, Дімі. Пані Вікторія, але це моя єдина можливість повернути сина. Прости, Ріта. Я не можу тебе відпустити. Жизнь – боль. Но, восприймай це як комплимент. Ти потрібна моєму сону. Сподіваюсь, цей сюрприз вартий мого передчасного повернення з Мальдівів. Можете бути певні, пані, він того вартий. Я тільки вчора до близьку надрайгала той стіл. Филипп? А почему мы остановились? Пані. Да, старик. На роботу устроился? Устроился. А как все прошло? На удивленье, без проблем. А что Розиковський? Хозяйка странная. А вот Леонид какой-то очень напряженный. Явно что-то скрывает. Я, пожалуй, начну с него. Буйся ее. Та самая хитрая, постарстерва. Такого я знаю. А ее муженек в сто раз хуже. А что с комнатой Ларе? Нет, она печатанная. Вот ваша. Слушай, а тебе надо до нее пробраться. Там могут быть доказательства моей невиновности. Тох, я все понимаю. Все, отбой. Вам идет. Спасибо. Нет, просто до вас приходили наниматься на работу лысые, насупившиеся качки в дешевых рубашках и галстуках. А вы стильный. Благодарю вас. Я... Я старался. Хотел произвести впечатление. Вы мне нравитесь, Максим. Это меня настораживает. После случившегося в этом доме, самое последнее, чего бы мне хотелось, это не доверять собственному охраннику. Поэтому давайте договоримся сразу. Никаких личных звонков в рабочее время. Вы меня поняли. Почти. Неплохо. Как для охранника. Вы можете приступить к своим обязанностям. Наконец. Действительно стерва. В ваши обязанности входит готовить, прибирать и относить наши вещи в химчистку. Конечно. Все, что скажете. И еще мы хотели бы найти того, кто будет жить в доме. Это как раз то, что мне и нужно. Вот и прекрасно. Вы что-то хотите спросить? Ваш язык. Я первый раз вижу горничную, которая разговаривает на таком правильном и литературном языке. Я просто читала много книг. Вы разговариваете как человек с высшим образованием. И даже выглядите так же. Что вы имеете против горничных с гипотетическим высшим образованием? А они слишком умны и заносчивы. И ловко плетут интриги против своих хозяев. Я думаю, вы преувеличиваете мои умственные способности, как и склонность к интригам. Посмотри, ты что не видишь? Она же разговаривает как учительница литературы или преподаватель филологии. Она даже знает слой гипотетический. Дорогая, мне тоже кажется, что ты слишком преувеличиваешь. Извините. Нам нужно выйти. Одну секундочку. Она высокомерная и заносчивая. Что тут непонятного? Я хочу, чтобы ты вернул нашу бывшую горничную. Ты же знаешь, это невозможно. Почему ты никогда меня не слышишь? Хотя глупый вопрос. Ты просто не уважаешь мое мнение. У вас. Прошу прощения. Мне нужна эта работа. Я готова работать неделю бесплатно. Если мы не найдем общий язык, я уйду. Без компенсации. Ну что ж, это очень щедрое предложение. И мы будем глупцами, если не согласимся. Звонил следователь. Сказал, что наконец-то против этого докторишки выдвинуто обвинение в убийстве Зины. По-моему, очень хорошая новость. Ты так не считаешь? Первый раз ты не поправил меня, когда я назвала нашу покойную горничную Зиной. Ради всего святого Ленечка, ты долго еще будешь дуться и распускать сопли, как маленький ребенок? Я грущу. Понимаешь, мне грустно. Я живой человек со своими эмоциями и переживаниями. Она была всего лишь прислугой. И пора уже начинать улыбаться. Хотя бы мне, твоей жене. Она была лучшая из женщин, которых я когда-либо знал. Тебе стоит чаще бывает на людях и в более изысканном обществе. Я был влюблен в нее. Я был влюблен в нее. Начал ее любить меня. Этот врач, которого все обвиняют, думаешь, он убил ее? Нет. Но если мы промолвуемся хоть словом о ней и просто начнут копать под нас, ты же понимаешь, нам это ни к чему. Не так ли? Значит, мы... Значит, мы не будем ничего делать. Да? Даже меньше, чем ничего. Со стиркой я закончила. Спасибо. Там на кухне еще раковина засорилась. Посмотри, пожалуйста. У вас что-то случилось? Да нет, просто очередной плохой день. Хотите поговорить? Я не думаю, что ты поймешь меня. Почему? Не пойму. У всех женщин проблемы одни и те же. В основном связаны с мужчинами. Да уж. Расслабьтесь. Мне можно доверять, я же тоже женщина. Марта, а как тебе наш дом? Очень красивый. Все сделано со вкусом, очень стильно. Каждый диван, каждый стол и даже каждая подушка в этом доме подобраны некой Ольгой Рихтер. Рихтер? Она дизайнер. Откуда ты знаешь? Я видела интервью по телевизору. Очень занятная. Она не только дизайнер, она еще и бывшая жена моего мужа. И первоклассная психопатка. 16 лет она превращала жизнь Стаса в сумасшедший дом. Она унижала, обижала его. И даже иногда била. И вот недавно он с ней развелся. Но он все равно продолжает жалеть ее. Я не понимаю почему. Он отдал ей все. Квартиру, машину, дачный домик. И даже нашу домработницу Нину. Хотя я просила побороться за нее. Но он сказал, нет, это же расстроит Олечку. Так. Что больше всего вас расстраивает? Я попросила его об одном. Я просто хотела сделать все в доме по своему вкусу. Но он отказал. Потому что это может не понравиться Ольге. Может, шесть месяцев женатая. Она все равно продолжает вить из него веревки. И я не знаю, сколько я еще это буду терпеть. Я, конечно, не замужем. Если позволите, дам вам совет. Никакого мужчину нельзя удержать истерикой. Каждый мужчина хочет тепла и уюта. Дайте ему это все. И он никуда от вас не денется. Тем более, домой мы возвращаемся не к дизайнерским подушкам, а к людям, которые живут в нем. А я знала, что ты меня не поймешь. Я хочу организовать Стасу вечеринку. В честь дня рождения. Так что отнеси эти пригласительные адреса и имена внутри конвертов. Как скажете. Поехали. 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 Мы уже целый тиждень не были. Просто дай мне тихо померти. Как мне теперь жить без моего человека? Но он вас нахабно врагов. Он мог бы просто сразу плюнуть вам в обличье. Чи вы считаете, что мы неправильно сделали? Нет, мы все сделали правильно. Краще яркая правда, чем самообман. А яркая правда в том, что я не створена, будет самотною и бедною. Жакли. Но самотною вы точно не будете. А такую бедность, ну, как можно пережить? Как? Как? А знаете, есть такие сайты? Я не собираюсь знакомиться с людьми на сайтах. Да нет, ну что вы. Я говорю про сайты с пошукой работы. А что? Вы могли бы заниматься... Мне кажется, я знаю, чем я буду заниматься. Я пойду в спа-салон. Приготуй мне, мои купальники. Спа-салон? Прекрасный план. Максим! Максим! Здравствуйте. Здравствуйте. Я Марта, новая горничная в доме Хорошиловых. Очень приятно. Меня зовут Леонид. Чем обязан? Вот приглашение на день рождения господина Хорошилова. Для вас и вашей супруги. Очень любезно, с вашей стороны. Очень любезно. Сейчас в основном норовят, знаете, по электронной почте прислать. Или позвонить. В том случае, если вообще вспомнят о тебе. Что с вами? Простите. Не хорошо? Наверное, просто сахар в крови упал. Могу ли я вам помочь это? Если можно, буквально чашку сладкого чая. Разумеется. Нет проблем. Я буду вашей прислугой. Проходите. Простите, мне неловко. Ничего, ничего. Потом как-нибудь отблагодарите. Значит, все это произошло здесь? Да. Полиция приказала строго-настрого ничего не трогать, ни к чему не прикасаться. Даже не представляю, как вы все это пережили. Я, знаете, ее даже однажды сфотографировал. Вару. Она... Такая милая. Да. И умная. Вообще, знаете, она была такая жизнерадостная. Она была такой живой. Когда была живой. Она была очень яркой и весьма амбициозной. А ты, Марта, ты амбициозная? Зависит от обстоятельств. Если мы с тобой станем друзьями, я устрою тебе любое обстоятельство. Ага. 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 Сейчас фото вышлю. Марта? Ага. Так, подъехали. Да никто не затримался. Все, хлопки, давайте шучу. Ага. Добро, все. Аллочка. Виктория Шевчук. Как долго мы не виделись. С красной дорожки телетриумфа. Точно. У тебя, до речи, была такая сукня, дуже дивного кольора. Ну, это для того, чтобы у тебя появился повод меня подколоть. Я просто намагалась быть дотепной. Я сподіваюсь, что ее не образилась. Ну, что ты, без самоиронии в нашей профессии никак. Кстати, у тебя такие странные сережки. Проходите. Хлопцы. Ага. Отже, Виктория, я чула, хто буде режисером стрички. Ну, это уже не слухи. Ага. Але, мабуть, вы были дуже здивовані, коли почулись, что он… Позовет меня сниматься? Ничего. Він взагалі про тебя знает. Адже вы працювали до цього лише, ну, як м'яко кажучи, називають мило. Ну, мне пришлось очень долго и упорно работать, в том числе над собой, чтобы совершить такой скачок вверх. А про мило тебе известно больше, чем мне. Иснує такий стереотип, що актрисы, ну, никудышні господини, як у тебе с цим. Знаєте, в это сложно поверить, но я неплохая хозяйка. Да, я готовлю, убираю, стираю. Ну, конечно, когда есть время. Понятно, что иногда приходиться пользоваться услугами няньки, но я стараюсь как можно больше времени проводить со своим Захарчиком. Потому что я считаю, что самая главная в жизни – это семья. До речи, а фильм буде зніматися в Італиї. Ты береш малюка з собою? Конечно. Есть некоторые матери, которые могут сбежать в другую страну и бросить своего ребенка на произвол судьбы. Но я не из таких. Знаєте, я вообще считаю, что людям, которые бросают своих детей, нет оправдания. У них просто нет сердца. Паня Виктория! Рита, можна не кричать? А вы с Захарчиком? Что? Что ты с Захарчиком? Он сказал свое первое слово. Боже мой, что же он сказал? Он назвал меня мамой. Так, маленький? Что? Учейку. Дякую. А ты ж что тебе надо? Садись в машину. Ну пошел ты. Эй! Я сказал сядь в машину. Поехали. Продолжение следует... КОНЕЦ ОТОН КОНЕЦ КОНЕЦ